В Украину могут вернуть ковидный карантин. Хамас готовил второе нападение на Израиль, а российская Минобороны не может определиться с отступлением. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самая важная и интересная новость. Цахал оставляет 300 литров топлива возле больницы Альшифа. Что с ними происходит дальше? Беларусь продолжила военные учения и планирует наладить отношения с Польшей. Бывший премьер-министр Великобритании стал министром иностранных дел. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно. Нам нужно знать ваши отношения и нужно знать все, что вы думаете о том, что происходит. Ну, поехали. Украина усилила атаки на российские военные и другие стратегически важные объекты в России и на оккупированных территориях. Такой вывод публикуется в отчете Института изучения войны. Кроме того, украинские войска проводят мощную кампанию, направленную на оккупированный Крым еще с лета этого года. Украина атакует российскую логистику, подчеркивают аналитики. Еще в Институте изучения войны говорят о том, что украинские войска смогли продвинуться вглубь оккупированного левого берега Днепра. Украинские войска продвинулись вглубь оккупированной территории от населенного пункта Крынки. Аналитики Института ссылаются на российских военкоров, которые говорят, что силы обороны Украины наступают возле поймы Песчановки и Подстепного. Еще они говорят, что Украина перебросила дополнительные войска в район Крынки и планируют отрезать часть левобережной российской группировки от снабжения. В это время странные вещи происходят в российском командовании в этом регионе. Сначала Минобороны через российские медиа заявляют о перегруппировке своих войск на Херсонском направлении. То есть они собирались вроде как отводить основные силы дальше, восточнее от Днепра. А после аннулировали эту информацию, передумали. А после и вовсе назвали провокацией, мол, рассылка была ложной. Все дело в том, что эта вся неразбериха началась во время смены командования группировки войск на том направлении. То ли еще будет. В Украине могут возобновить карантин, количество заболевших ковидом снова растет, и главный санитарный врач Украины не исключает возможность возвращения карантинных ограничений. Карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в доковидный период, так и скорее всего будет применяться даже сейчас. С конца октября в Украине наблюдается повышенный уровень заболеваемости гриппом, говорит Кузин. Все больше и больше детей и взрослых начинают болеть. И там, где заболеваемость будет превышать эпидемические показатели, будет вводиться карантин. Беларусь снова продолжила военные учения. Теперь в среднем на неделю для разных полигонов. Всего учения в республике длятся уже 81 неделю. Начались эти тренировки еще 29 апреля 2022 года. Используются ли подобные действия как демонстрация чего-то кому-то или больше как прикрытие истинных намерений пока установить сложно. Но вместе с тем назначенный Лукашенко министр иностранных дел говорит, что наладить отношения с соседями, в частности с Польшей, довольно просто. Хотел бы начать с того, что не мы были инициаторами ухудшения отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал системные, недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства. Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с Министерством иностранных дел Польши. Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен носить исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши и посмотрим, куда нас новое правительство выведет в наших отношениях. Важным моментом в этом интервью было также заявление о том, что Турция готова помогать Беларуси в снятии санкционных ограничений на поставки калийных удобрений на мировой рынок. Ну то есть Турция готова оказывать Беларуси содействие в вопросе обхода санкций. Хамас готовили второе нападение на Израиль, пишет Washington Post. Источники издания – это высокопоставленные сотрудники ближневосточной разведки и бывший американский чиновник. Они сообщают, что одно подразделение имело при себе карты и развединформацию, которая свидетельствует о том, что штурм планировался более глубокий, до западного берега реки Йордан. Аналитики считают, что Хамас собирался спровоцировать ввод израильских войск в Газу из-за массового убийства гражданских. Они обманывали Израиль на стратегическом уровне, используя ручные радиостанции, наземные подводные сети в туннелях и другие средства связи, которые мы не могли прослушивать, а также продолжая закодированное общение в так называемых открытых сетях, о которых они знали, что мы их прослушиваем. Они создали альтернативную реальность. Целями были запуск новой волны палестинского сопротивления и разрушение налаживающихся арабо-израильских отношений. Один из израильских чиновников на правах анонимности сообщил изданию Washington Post, что, цитирую, они планировали вторую фазу, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах, конец цитаты. Кроме того, в соцсетях появляются видео, где солдаты Цахал подвозят топливо к больнице Аль-Шифа для генераторов. В сообщении армии говорится, что 300 литров топлива должны пойти на срочные медицинские цели. Но вместе с тем палестинские источники, а вместе с ними и российские медиа, продолжают говорить, что больницы обесточены. Мы ведем переговоры с директорами больниц и предлагаем им помощь, чтобы безопасно перевезти пациентов и раненых. Жители северной части сектора Газа продолжают соглашаться на призыв Цахал и двигаться на юг, несмотря на то, что Хамас делает все возможное, чтобы они остались. Вчера вечером мы предоставили топливо больнице Шифа. Мы поставили топливо на ночь, 300 литров топлива, в 300 метрах к югу от больницы. Мы поговорили с директором больницы и до сих пор ждем, что больница заберет топливо. Руководство Хамаса через Министерство здравоохранения препятствует и оказывает давление на больницу, чтобы она приехала и забрала топливо. Дело в том, что вентиляция туннелей Хамас работает на том же самом топливе. Вентиляция туннелей под больницей работает на тех же генераторах, что и больница. Солдаты оставили топливо перед входом, 300 литров, но какова гарантия, что его не заберет Хамас? Вчера вечером мы предложили дать им достаточно топлива для работы больницы. У нас, очевидно, нет войны с пациентами или с гражданским населением. И я думаю, что каждая смерть мирного жителя, каждый погибший ребенок – это трагедия. Но эта трагедия должна быть полностью возложена на Хамас, который держит свои военные объекты внутри больниц, школ, объектов ООН и так далее. Поэтому мы, конечно, не хотим давать им иммунитет, но в то же время мы внимательно относимся к этому вопросу. Поэтому мы предложили эту помощь. Они от нее отказались. Я предложил другое. Я сказал, давайте построим полевые госпитали. Я обратился к эмиратам. Я попросил президента Франции, который прислал плавучий госпиталь. Мы обратились к другим странам, в Бапор и так далее. Стройте полевые госпитали. Давайте переведем пациентов из этих командных пунктов Хамаса в госпиталях в эти безопасные места. Бывший премьер-министр Великобритании стал министром иностранных дел. Дэвид Кэмерон был премьер-министром королевства с 2010 по 2016 годы. Теперь можно сказать, что он возвращается в большую политику. Сменит Кэмерон на посту Джеймса Клеверли, который переходит от дел иностранных к делам внутренним в соответствующее министерство, а министр внутренних дел, соответственно, Суэла Браверман, идет в отставку. Скорее всего, это связано с острой критикой Браверман и ее поведение во время пропалестинских митингов в Великобритании. 8 ноября она написала колонку для Sunday Times, в которой назвала действия полиции на митингах двойными стандартами. Говорит, на одних демонстрациях дают жесткий ответ на действия участников, а на других, в том числе пропалестинских, более мягкий. Все, скорее всего, из-за того, говорит тогда еще министр внутренних дел, что полиция боится получить критику в свой адрес. КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, и не забывайте подписываться на наш канал, так вы расширяете нашу аудиторию. На этом все, до встречи и хороших вам новостей. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ